Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире. Седьмая сессия Второго созыва Национального собрания Западной Армении доклад Жанак Азарусяна. Подчинение Арцаха Азербайджану означает этническую чистку армян. Сегей Лавро посетил мемориал геноцида армян и отдал дань памяти жертвам. Идет строительство поселка на административной территории Астхашена. Территория вблизи населенных пунктов Дирсима Западной Армении подверглись бомбардировке. География Альевис Марашиа Пустощина. В медиатской области Западной Армении обнаружен подземный город. Восход солнца в Степанакерте, фестиваль искусства, обед художника в Арцаха Армении, диаспоры. Как мы сообщили в предыдущих выпусках новостей, 28 мая состоялась седьмая сессия Национального собрания Западной Армении. В ходе заседания с докладом выступил депутат Национального собрания Западной Армении. Знамя носит Западная Армения председатель Ассоциации ветеранов и бойцов сопротивления Франции, председатель комиссии ветеранов и инвалидов патриотических, общественных и общинных организаций Франции Жан Казарусян, в котором он кратко представил свою биографию, в частности отметив, что его родители эмигрировали из Западной Армении, спасаясь от геноцида, совершенного против армян. Казарусян родился 7 марта 1938 года. В 1995 году вступил в Ассоциацию армянских ветеранов во Франции, а затем стал ее президентом. Казарусян представил отчет о работе Ассоциации в городах Марсел, Антыпк, Анны и Ницца. Он отметил, что Ассоциация пользуется большим уважением со стороны различных официальных лиц, меров и учреждений. Уважаемые соотечественники, в следующем номере мы представим отчет члена Комитета ветеранов, инвалидов патриотических, общественных организаций Врежа Абрамяна в Национальном собрании Западной Армении. Подчинение Арцах Азербайджану означает этническую участку армян. Об этом заявил посоль Армении в Албании Тигран Макарчан в интервью общественному радио Албании в ходе рабочего визита в Тирану, сообщает Армен Пресс, представляя арцахскую проблему, посоль отметит, что Азербайджан пытается изыскать и представлять ее в другом плане. Арцахский регион существует как таковой, и не азербайджанцы должны вычеркнуть название Арцаха из истории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в сопровождении Министра иностранных дел Армении Аррата Мирзояна посетил меморальный комплекс геноцида армян Западной Армении и почтил память жертв геноцида. Об этом сообщает МИД Республики Армения. Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Армении с трехдневным визитом. На административной территории общины Астхашин Арскеранского района Арцаха Активно ведутся строительство работы по возведению нового поселка для семей, перемещенных из общины в Мадаташен Сахнах. Об этом заявил главный специалист Министерства городского развития Арцаха Вазген Григориан. Всего планируется построить 149 особняков. В настоящее время завершено строительство 12 особняков, а 10 ведутся строительные работы, которые будут завершены в ближайшее время. Также ведутся работы по внутренней отделе 16 особняков. В ближайшее время начинается процесс обстановки частных домов, отметил Григориан. В квартале также ведутся работы по созданию подземной и наземной инфраструктур, благоустройства улиц. До конца года будет сдана в эксплуатацию около 100 особняков, сказал Григориан. Согласно информации, дошедшей до нас, военные вертолеты подвергли интенсивной бомбардировке в высокогорные районы села Капер, Зохар и Красная Церковь. Военная операция, проводимая в Дерсиве под названием «Эренская благада-7», все еще продолжается. В докладе отмечается, что территория, на которой произошел взрыв, находится очень близко, в уже указанном селам. Западная Армения обращает внимание на этот преступный акт, еще раз отмечая агрессивную и бесчеловечную политику турецкого государства. У шеф Марашской области Западной Армении гидроэлектростанциям, также тепловым электростанциям, поставили на грани исчезнования животноводство и сельское хозяйство. Такая ситуация вызывает эмиграцию людей, проживающих в регионе. Таким образом, Мараше – политика дегуманизации региона. В ходе было убито 111 человек, сейчас продолжает грабить природу. В регионе существует множество различных языков, культур и религий, но дискриминация проживающих здесь оливитов продолжалась. На протяжении всей истории, отняв у оливитов эти земли, были предприняты серьезные попытки изменить демографическую структуру. Согласно резине Мараша, оливиты были изгнены из центра Мараша, а у оставшихся там отобрали земли, побуждая их уезжать за границу. В медиаде Мардинской области Западной Армении был обнаружен подземный город, построенный во II и III веке нашей эры, где сохранились культурные сооружения, зернохранилища, колодцы и большое количество артефактов. Медиад – это музей по открытым небам со своей историей и культурой, который создает сказочную атмосферу своим тысячелетиям, каменными домами, церковями и монастырями. В Гавары два года назад в рамках реставрации исторических улиц и домов была обнаружена пещера, которая оказалась не единственной. Был обнаружен внутренний ход из пещеры в другие жилые районы. Предполагается, что подземный город Медиад был одним из тех жилых районов, где проживало не менее 60 тысяч человек. Фестиваль искусства «Восход» Степана Герта стартует в Арцахе 24 июня. Фестиваль проводится уже второй год и включает в себя выставку фотографий цифрового искусства, музыкальное выступление, кинопоказы. В нем примут участие художники из Арцаха Армении и Диаспоры. На выставке тоже будет представлена работа зарубежных художников. Тема года – принадлежность. Делается попытка отобразить с помощью искусства, что такое принадлежность, современном армянском воображении. А сейчас музыкальная часть – армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром!